Это программа «День с толком» в студии Рина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Алтайском крае умер первый пациент с диагнозом коронавирус. Минус полтора миллиарда рублей или что пандемия сделала с туризмом на Алтае? Страдают птицы, звери, все страдают люди. Огонь подходит все ближе. В Барнауле за сутки сгорело несколько дачных домов. Минздрав Алтайского края подтвердил первую смерть человека с коронавирусом. Мужчине было 57 лет. Он страдал от почечной недостаточности. Регулярно ездил на гемодиалис. Это осложняло лечение новой инфекции. Житель села Логовское Первомайского района скончался в ковидном госпитале в Пятой горбольнице. Губернатор региона выразил соболезнования семье умершего и призвал всех жителей края оставаться дома. В Змеиногорске же, где уже зафиксировано больше 40 случаев коронавирусной инфекции, всем придется оставаться дома. Там объявили карантин. Запрещаем мы, уважаемые коллеги, въезд и выезд из Змеиногорского района. Очень важный момент. Мы прекращаем работу всех предприятий, которым она была разрешена, постановлением правительства Алтайского края номер 150 в последней редакции. Значит, придется приостановить на территории Змеиногорского района, чтобы все сидели дома. Такие жесткие меры введены неспроста. С каждым днем в Змеиногорске становится все больше инфицированных. И на подходе полсотни столько сотрудников Карболихинского рудника ждут результат повторного исследования на коронавирус. В соседнем Рубцовске и Горняке по одному новому заболевшему. В целом, на сегодняшний день у нас плюс 8 тест положительных. Общее число зараженных в регионе – 152. Тысячи людей ежедневно выходят на работу, несмотря на риск заражения. В их числе врачи, соцработники, сотрудники почты, общественного транспорта. Для них и многих других специалистов, которые находятся в тесном контакте с людьми, депутат Государственной думы Александр Прокопьев передает безвозмездно 100 тысяч флаконов антисептика индивидуального пользования. Именно с этой обязательной процедуры начинается рабочий день врачей, почтальонов и соцработников. Тех, кто во время пандемии продолжает исполнять свой профессиональный долг. В их числе и сотрудники детской паллиативной службы. Выезда осуществляются в штатном режиме, даже в период карантина, так как эти дети нуждаются в неотложных мероприятиях. Это смена трахеостом, это подбор параметров ВВЛ, противоболевая терапия. В основном, конечно, это дети с тяжелыми неврологическими заболеваниями. Пандемия не может остановить заботу о таких пациентах. Антисептики для врачей палиативной помощи – это способ минимизировать риски заражения. Для них фонд Александра Прокопьева тоже доставил средства дезинфекции. Пандемия – глобальное испытание, и весь мир несет потери. К сожалению, это реальность нашего времени. Считаю, что сейчас важно не только вести просветительскую работу, но и помогать конкретными действиями. Напомним, первый случай коронавируса в Алтайском крае зарегистрировали 29 марта. Уже 1 апреля фонд направил первую партию антисептиков для медицинских и социальных учреждений. Сначала в Бийск и Барнаул – самые густонаселенные города региона. Нам уже второй раз помогает депутат Государственного дома Александр Сергеевич Прокопьев. Уже вторую партию нам сегодня подвезли. В объеме уже 7 коробок антисептика, который выпустил производство «Эвалар». Нам хорошее подспорье. Несмотря на предпринимаемые меры, число заболевших в крае растет. Потребность в средствах защиты увеличивается. Депутат Государственной думы Александр Прокопьев принял решение увеличить объем помощи. Сто тысяч флаконов антисептика получат сотрудники общественного транспорта, почтальоны, службы социальной помощи и другие организации. Подойти к квартире мы обязательно антисептиком обрабатываем дверные ручки, перчатки и потом уже заходим в квартиру. На надомном обслуживании в нашем филиале находится около 150 человек. Социальные работники, а их у нас 12, они ходят к ним два раза в неделю и по их запросу оказывают им услуги совершенно различного характера. Это может быть и оплата жилищно-коммунальных услуг, это и получение лекарств, и доставка продуктов, и уборка в доме. К слову, не остаются в стороне депутаты и предприниматели региона. Они объединили свои силы, чтобы оказать помощь медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. На собранные средства будут приобретены одноразовые защитные костюмы. Дарья Демиллер, Николай Шелко, Илья Халяпин, Иван Зяблицкий. День с толком. Рынок недвижимости отправился от шока, который испытали риэлторы в начале апреля. После того, как губернатор разрешил агентствам вернуться к работе, к ним вновь потянулись клиенты. Насколько активны люди сейчас, на какое жилье спрос вырос, можно ли снять жилье в аренду дешевле, чем обычно, и каковы перспективы рынка недвижимости, узнавала Татьяна Голубева. Сейчас она присоединяется к нам в студию. Татьяна, добрый вечер. Привет, Ира. Что сейчас происходит в сфере недвижимости? Ну, сейчас я вам все расскажу. На самом деле, затишье на рынке было недолгим, около 10 дней. В самом начале апреля клиенты вновь начали, по словам риэлторов, интересоваться покупкой и продажей жилья. Взбодрила многих людей и сниженная по предложению президента ставка по ипотеке. Напомню, сейчас она составляет 6,5% годовых, но правда, лишь для тех, кто приобретает жилье на этом рынке первый раз. Так вот, по словам экспертов, сейчас люди активно пересматривают одобрение, которое было выдано неделю назад под 9%, уже на новую программу под 6,5%. Какой-то всплеск ожидаете там в мае-июне в связи с этим решением? Нам очень сложно, нам очень хочется, во-первых, этого, но нам очень сложно прогнозировать в связи с тем, что мы понимаем, что карантин, скорее всего, могут продлить до 15 мая, плюс вот эти праздничные выходные дни, да, исторические люди выезжают куда-то на свои дачи. Но тот сформированный запрос на сегодня говорит о том, что в мае мы в том же темпе будем работать точно. Кстати, если среди наших зрителей есть те, кому срочно нужны деньги, то можно быстро продать квартиру. Любопытное объявление нам тут попалось в лифте. Предлагают срочный выкуп квартир. Правда, по телефону нам рассказали, что с пандемией это не связано. И не означает, что кто-то хочет в этот сложный период заработать. Допустим, ваша квартира стоит полтора миллиона, за миллион триста мы ее купим. Вот что-то вроде того. Весь смысл в срочности, сразу за деньги, за наличные, хоть завтра на сделку. Вот и все. Вам не надо ни покупателя искать, ни заморачивать. В основном обращаются те люди, у которых сложная ситуация. Долги, аресты, обременения, квартиры отбирают, еще там что-то. Вот такое. Между прочим, дешевле, чем обычно, сейчас можно и снять жилье. В пандемии у арендаторов не очень активны, так что реально сэкономить. Мы позвонили по одному из телефонов на Авито, и нам этот факт подтвердили. Ну, конечно, меньше людей звонят, чем, допустим, в прошлом году. Вот я ее сдавала, мы ее сдали буквально в следующий день. Ну, возможно же, какая-то скидка. Ну, этот вопрос еще, я думаю, можно обговорить. И будет, собственно, комитет, потому что они адекватные, так-то люди. Вернемся вновь к покупке-продаже. Что касается цен на жилье, то экономисты не прогнозируют резкого повышения. Встрясок и всплесков, по их словам, до конца года точно не будет. Если кто-то спросит совет, стоит ли вкладывать в жилье сейчас, вот какой ответ экономиста может получить. Если посмотреть, все-таки, произучать аналитику и рынков, и сообщество экспертов, то они считают, что это глупая инвестиция, поскольку есть более доходные инструменты. Например? Это как раз интернет-компания, тот же Амазон. Но я не думаю, что большинство людей в Алтайском крае столько денег, чтобы как раз куда вложить в ту же квартиру. Я очень рад за тех, кто может себе позволить. Ну, квартиру, конечно, в жилищную, в недвижимость можно вложить. Можно вложить в акции. Так что, если средства есть, то в недвижимость все-таки можно вложить на данном этапе. Экономисты не то чтобы сильно советуют, но и не отговаривают. А мы переходим к другой теме. Вкладывают в себя еще больше и объекты туротрасли. Санаторно-курортная сфера края из-за двухмесячного простоя потеряет полтора миллиарда рублей. Сложно сейчас всем и особенно крупным санаториям. Так как никаких конкретных мер поддержки для них не предусмотрено. Накануне наш корреспондент Валентина Аскерова побывала в Белокурихе, прогулялась по пустым улицам и заглянула в санатории. Смотрим. Вот он, туристический центр Белокурихи. Кругом огромные отели, которые развести тысячи туристов. Но сейчас они все закрыты. Кстати, еще 20 дней назад по этим улицам гуляли 20 тысяч человек. Сейчас же я одна. После указа губернатора о закрытии босодыха и санатория в город-курорт федерального значения практически вымер. Вот, пожалуйста, тот редкий случай, когда на улицах Белокурихи все-таки есть люди. Девушки, скажите, когда-нибудь такой Белокурихи было, что так мало народу? Нет, не было никогда. Мы все не работаем. То есть вы потеряли работу? Дохода нет вообще абсолютно никакого. А где работали? У меня здесь салон. Маникюр-педикюр. На что живете? На то, что было, на сбережения. На сколько это хватит? Да не хватит уже, все, заканчиваются деньги. Пандемия жестко проехалась по курортной сфере. Мелкий бизнес на грани вымирания. Не работают кафе, сувенирные лавки, магазины на клюшке. Вот, кстати, один из тех магазинов, где написано «открыто», но все равно закрыто. Вообще никто не заходит. Мы их, в принципе, и не торгуем, так охраняем. Бывает один посетитель в день? Очень редко. Раза в четыре спал народ. Раза в четыре. Сейчас, как вы сами видите, нет совершенно никого на улице. В мае прошлого года у меня люди по 40 минут стояли в очереди и ждали чашку крови. Все для отдыха есть, а людей самих нет. К концу марта в этом санатории отдыхало 700 человек. Сегодня же здесь нет ни души. Здесь много народу бывает? Вот здесь бывает до 300-300 человек. Это бассейн летний. А обычно мы с 1 мая начинаем работу. Горки, водичка течет, свет кругом, баня русская. А теперь не то, что 1 мая. 1 июня бы открыться, говорит руководитель санатория России Федор Елфимов. Два месяца простоя отнимут сотни миллионов выручки. Директор признается, что Белокуриха переживает сейчас самые сложные времена за вековую историю. Даже войну курорт принимал туристов. Я был один по коридору, думаю, темнота и как этот Кощей-бредочень в своем царстве. Родонолечение, за которым приезжают туристы со всего мира, зал диетического питания, ресторан и фитобар. Все закрыто. А в холле вместо привычной многоголосицы непривычная тишина. Лобби-бар, центр туризма свои маршруты предлагает поездки, поэтому тишина. То, что затраты, как были, они и есть, но в строчке доходов 0-0-0. Поэтому основная нагрузка на нас легла. Я вчера при Викторе Петровиче говорил, что выплатить заработную плату, она не является заработной платой, она является вынужденным простоем. Нам банки несколько дней назад дали ответы, что они нам не могут выдать кредиты с нулевой ставкой. Доступен лишь кредит под 8,5%. Получается, руководители должны брать деньги у банка, переплачивать проценты, чтобы выплатить своим сотрудникам две трети от зарплаты. Льготного кредитования для этой цели ждут и в других санаториях. Банки идут навстречу? Банки готовы пойти навстречу, если будет решение правительства. Банки идут навстречу малому и среднему бизнесу. По крупному бизнесу решения пока нет у правительства. Так что крупный пока в пролете и ждет помощи, и просит даже не материальной поддержки, а хотя бы отсрочки по налогам. Так, 28 апреля санаторий России должен заплатить налог в 7 миллионов рублей. Власти признают, что мер поддержки для крупного бизнеса пока нет, но их прорабатывают. Озвучена инициатива президентом страны о предоставлении крупному бизнесу льготных кредитов на выплату заработной платы. И в настоящее время прорабатывается соответствующий механизм. А тем временем белокурихи не теряют времени и активно готовятся к встрече долгожданных гостей. Жители города-курорта уверены, что пандемия скоро пройдет. И в сонном королевстве вновь забьется жизнь. По улицам будут гулять тысячи туристов. Лавочки облюбуют парочки, а знаменитый маньчжурский орех будет радовать всех прохожих. Они стоят у таких обнаженных, потом бамс, буквально за 2-3 дня полноценный широкий лист. Это очень красиво. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. К другим темам. Несколько дачных домов сгорели за эти сутки в Первомайском районе. Причиной пожара, как правило, становится рука человека. Люди поджигают сухую траву, заодно и дома соседей. Напомним, что в крае несколько дней действует особый противопожарный режим. Это связано с тем, что в регионе стоит 30-ти градусная жара, усугубляет положение ветер. Подробнее в сюжете. Я так и позвонила и сказала в пожарку. У меня телефонный разговор-то, наверное, записан. Говорю, на Барнаул упадет, вы не спасетесь. Такой пауз. Опускаем ядро. Подчеркиваем воду. Татьяна Юрьевна – жительница поселка Конюхи. Лопата и вода из колодца – это ее личный план действий на случай большого огня. Накануне возле ее дома несколько часов тушили пожар, который с полей пришел на дачные участки. Здесь они горят каждый год. Жаркая погода и сухая трава усугубляют ситуацию. Сказали вон жители, там поджигают сенокосы у бельмесевских, и они поджигают, сжигают вот эту траву старую, чтобы хорошая трава наросла. И вот они там подожгли все, их даже захватили. Они на лошадях были. С начала пожароопасного периода в регионе зафиксировано 1400 возгораний. Основная причина – поджоги сухой травы. Особенно это касается Первомайского района. Здесь много дачных участков. Только за минувшие сутки в поселках Лебяжи и в Октябрьском произошло несколько пожаров. В садоводстве «Прогресс» сгорели два дома. Тут зажег сухую траву. Высокие температуры, местами выше 25, а в ближайшие дни 30 градусов будут сопровождаться существенными ветровыми нагрузками. Это значит, что в случае пожара целые поселки могут исчезнуть за считанные минуты. В условиях особого противопожарного режима в крае запрещено разведение костров на любых землях, даже у себя на участке. Сотрудники МЧС сейчас проводят рейды по садоводствам и населенным пунктам. Только в начале недели они пресекли более 50 нарушений. Увидеть очаги возгорания и нарушителей помогают беспилотники. На сегодняшний день вы, по идее, без крышки сжигания, вы нарушаете требование права пожарной безопасности. Простите, пожалуйста. Сейчас вот видите, в данном случае ветерок дует немного. Не дай бог искра поднимется, улетит куда-нибудь к соседям или также на ваш дом может попасть и загорится. Да, все это понятно. Штрафы предусмотрены в условиях особого противопожарного режима на должностных лиц от 15 до 30, на граждан от 2 до 4, на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. Если ущерб будет нанесен, значительный материальный ущерб, это уже уголовная ответственность. Если ущерб, к примеру, огонь перешел на надворные постройки, ущерб незначительный, это ответственность административная. Мы не знаем, сколько Татьяне Юрьевне понадобится ведер из колодца, чтобы спасти свое жилье. Каково это ложиться спать в таком доме, к которому постоянно подходит огонь, тоже вопрос риторический. Страдают птицы, звери, все страдают люди. Каждый год. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Случайный или не случайный огонь в эти дни приходит и в целые деревни. Накануне пожар произошел в Косихинском районе. Продолжит Никита Ирмаков. Мы находимся в Заряново. Как рассказали местные, пожар пришел с поля. Первый дом сгорел вот за моей спиной, второй дальше по улице. К счастью, они были нежилыми. Пожарные тушат очаги возгорания, но ждем и надеемся, чтобы он не перешел на остальные дома. Почти вся деревня горит. Вся сгорела, не то что почти. Причину не знаем, но дело в том, что началось оттуда, снизу, и загорелась сюда, и вся загорелась деревня. Первым под удар попал дом семьи Борисовых. Увидели пожар соседи. Они и попытались потушить огонь. Самих хозяев в это время дома не было. Вот это у нас угол остался. Вот этот вот. И вот это как вынуло ветером, как давануло, и вот здесь отсюда все загорелось. По верху и по низу там, значит, и везде. И не подойти, не пожарок. А пожарка была. Приехала, не вода кончилась. Она кончилась вода, они там полили. Полили и уехали за водой. И вот уехали, и они вот в это время, и все, и загорелось опять по новой. Пока заправлялись, все сходило, подойти невозможно было. Мы давай, значит, воду таскать, откапывать. Вот эти два дома спасли. Галина Дмитриевна с мужем жила тут десятки лет. И за день все. Дом, баня, амшанник, где зимовали пчелы, превратилась в пепел. Мужчина в шоке, женщина в слезах. Уверена, их подожгли. А кто поджог-то? А кто знает? Знаем, кто. Знаем, пока знаю, кто. Галь, не говори. Здесь три ханыги, они сегодня нам встретились. Мы их в Плотникову не повезли, и они нам это устроили. Знакомые вас? Да, у нас в деревне все же знакомые. Вы же сами знаете. Потому что мы только отъехали. Они скажут, но вы сегодня сгорите. Вот результат, мы сгорели. Сейчас в Борисовых приютят родственники, пока те будут разбирать обломки и, скорее всего, отстраивать дом заново. Если они вообще решат остаться. Из всего нажитого у них на руках машина и пчелиные семьи. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком. Следить в эти дни приходится за жизнями не только людей, но и животных. И спасает их уже не от пожара. Браконьеры пользуются отменой охот-сезона в своих интересах. Сегодня мы вместе с инспекторами отправились в рейд. Сотрудники Минприроды продолжают проводить рейды в лесах в поисках браконьеров. Сегодня вместе с ними мы отправились в Тольменский район для того, чтобы найти нарушителей. Иногда за день здесь ловят по несколько человек. А бывает, сидят в засаде неделями. А вообще, самое удачное время для охоты на охотников – раннее утро или поздний вечер. Тогда их практически ловят за руку. Машину бросают, водку качают. Качают, выплыли, сидят и проверяют. А этот стоит, смотрит туда, в ту сторону, куда я уехал. Думаю, ох, и партизаны. Несколько километров от поля – негустой лес. И уже здесь нам попадается охотник. Министерство природных ресурсов, инспектор Бравко. Здравствуйте. Здравствуйте. Управление охотничьего хозяйства. Охотничий билет. Даже оружие есть. Нет оружия нету. Утка есть подсадная. Оказался добросовестным. Мужчина приехал на берег не охотиться, а выгуливать Катю – так зовут утку. Говорит, засидел из сарая, ведь сезон охоты пока отменен. Охотничий билет мы с собой всегда возим, как мы являемся охотниками. Это испокон веков было. Но оружие запрещено, мы его не берем. Зачем? Ну, как сказать. Больше охотник выезжает, наверное, в целях уединиться с природой. Чаю кастера попить, послушать, как уточка работает. Это ружье так, чтобы себя не туристом чувствовать, а охотником. Едем дальше. На дорогах свежие следы от шин. В это время проще всего ловить сурков. Они вышли из спячки. Трава сейчас очень низкая и хотят добыть сурка. Днем можно встретить браконьера? Да. Самое время для охоты на сурка – это день, когда тепло. С нарезного можно стрелять и на 300 метров. На глаз гладкоствольного метров на 40. По словам инспекторов, сейчас в зоне риска не только сурки. Легкой добычей становятся лоси, медведи и бобры. Ну, последний вот случай был, непосредственно, когда он ставил капкан на бобра. То есть это когда к нему подошел практически в упор, когда он не ожидал никого встретить в угодьях. А голову поднимает, а тут инспектор стоит. То есть он был удивлен, шокирован, что как так может быть, что в упор подошли, а он даже не заметил. И начинается массовая охота. То есть идут на медведя, на солонцы добывают копытных, то есть они заготавливают мясо. И, ну, иными словами, у нас охота идет круглый год. Точнее, желающие поохотиться в течение всего года. И несмотря на запрет, браконьеры все равно потакают своим привычкам. За что им грозит либо административный штраф от 4 тысяч рублей, либо уголовный от 40 тысяч. Но опаснее другое. Если в официальный сезон охоты число добычи ограничено лицензией, то сейчас у браконьеров, по сути, развязаны руки. В этом рейде мы не нашли нарушителей. И к лучшему. Но сказать, что поездка была напрасной, тоже нельзя. Ведь главная задача не поймать, а предотвратить нарушения. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком. Из леса. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. Оставайтесь дома в эти выходные. До встречи в эфире. Продолжение следует.